А вы не задумывались над тем, что негативные наши эмоции влияют сильно на здоровье нашего организма? Это серьезнее, чем вы думали и об этом мы расскажем в этом видео. Человек – эмоциональное существо, и как правило чувства и эмоции превалируют над логикой, поэтому они определяют наш характер, коммуникативные навыки, благополучие и даже существующие болезни. Мы все знаем, что стресс и агрессия негативно влияют на наше здоровье. Тем не менее, каждая эмоция имеет свое влияние на наш организм. Если сдержать все эмоции в себе, рано или поздно они приведут к разрушительным последствиям. Не зря говорят, все болезни от нервов. Вот как влияют на здоровье 10 эмоций. Первая эмоция – это гнев. Гнев может повлиять на наши умственные способности и увеличить риск сердечно-сосудистых заболеваний. Гнев вызывает реакцию бить или бегать в организме, что приводит к повышенному высвобождению гормонов стресса, адреналина, норадреналина и кортизола. В результате миндалина головного мозга, область, ответственная за эмоции, реагирует неадекватно, наполняя кровью лобную часть, область, отвечающая за мышление. Кроме того, гнев сужает кровеносные вены, что приводит к повышению кровеносного давления, частоты биения сердца и дыхания. Если это часто происходит, стенки артерий быстрее изнашиваются. С данных обследований, гнев также замедляет заживление ран на 40% из-за высокой реактивности кортизола. А гнев повышает уровень С-токенов, иммунных молекул, которые вызывают воспаление, тем самым увеличивая риск развития артрита, диабета и рака. Следующая эмоция – это беспокойство. Хроническое беспокойство может привести до разных недугов. Тревога влияет на селезенку и ослабляет желудок. Она изменяет функции нейромедиаторов, особенно серотонин. Поэтому, когда вы много волнуетесь, в организме находится вещество, к которому он реагирует расстройством желудка. Беспокойство и навязчивые мысли о проблеме могут вызвать рвоту, диарею, боль в желудке и другие хронические расстройства. Кроме того, чрезмерная тревожность является одной из причин боли в груди, высокого кровяного давления, ослабленного иммунитета и преждевременного старения. Стоит также отметить, что постоянная тревога крайне напрягает мышцы желудка, которые в результате получают избыточное давление. Неудивительно, что желудок часто болит от переживаний. Еще одна эмоция у человека – это грусть или скорб. Грусть или скорб ослабляют легкие, что приводит к усталости и одышкам. Эти эмоции нарушают дыхание, сужая бронхии и их каналы. Когда вы полны печали, воздуху трудно попасть в легкие, от чего могут развиться бронхиальные осложнения, например, астма. В акупунктуре считается, что грусть идет от сердца, повреждает легкие и возвращается обратно, повреждая сердце. Если легкие сильно повреждены, это проявится в таких симптомах, как кашель, одышка и подобное. Кроме того, депрессия и меланхолия разрушают кожу и могут даже снизить уровень кислорода в крови. В депрессии люди часто набирают или теряют вес и легче становятся зависимыми от наркотических веществ. Следующая эмоция – стресс. Чрезмерный стресс вызывает повышенное давление, язву и синдром раздраженного желудка. Кроме того, стресс является одной из основных причин сердечно-сосудистых заболеваний. Стресс повышает кровяное давление и уровень холестерина в крови. Кроме того, стресс часто является спутником вредных привычек, курения, физической пассивности, переедания. Все эти факторы разрушают стенки артерии и могут привести к сердечным заболеваниям. Стресс проявляется в таких симптомах, как мигрень, скрежет зубами, учащенное сердцебиение, состояние утомленности, усталость, бессонница и повышенный или пониженный аппетит. Эмоция – одиночество. Одиночество может довести человека до слез и вызвать глубокую меланхолию. Это нарушает гармонию в легких и предотвращает свободное кровообращение и поступление кислорода в организм. Одиночество может быть не менее опасным, чем внезапные вспышки гнева. Когда вы одиноки, ваш мозг вырабатывает гормон стресса, например, кортизол, который может вызвать депрессию. А это, в свою очередь, влияет как на артериальное давление, так и на качество сна. Одиночество приводит к психическим и сердечным расстройствам, также может подорвать иммунную систему. У людей, страдающих от одиночества, чаще всего возникает реакция на стресс, что ослабляет иммунитет. Еще одна эмоция – страх. Страх – это эмоция, которая способна в мгновение подорвать вашу уверенность в себе, моральный дух, веру и счастье. Страх приводит к тревоге, которая истощает почки, надпочечники, а иногда даже репродуктивную систему. В состоянии страха, почки страдают больше всего. Это связано в замедлении в области мозга, отвечающую за почки. Состояние крайнего страха вызывает боль и заболевания надпочечников, почек, нижней части спины и мочевыводящих путей. У детей это часто проявляется в недержании мочи, симптоме, тесно связанном с тревогой и ощущением незащищенности. Следующая эмоция – шок. Неожиданный шок нарушает природное равновесие организма, вызывая перевозбуждение и страх. Даже нервная система буксует. Шок особенно вреден для почек и сердца. Травматическая реакция организма выражается в чрезмерном выбросе адреналина над почечниками. Результатом является учащенное сердцебиение, бессонница, стресс и тревога. Среди физических последствий эмоционального шока можно назвать слабость, бледность кожи, затрудненное дыхание, учащенный пульс, нарушение сна и аппетита, хронические боли. Эмоции, нетерпеливость и ненависть. Нетерпеливость и ненависть могут оказать негативное влияние на здоровье кишечника и сердца, приводя до учащенного сердцебиения, гипертензии и боли в груди. За данными недавних исследований в старении клеток, у нетерпеливых людей вероятность преждевременной наступления биологической старости выше, нежели у большинства спокойных. Кроме того, нетерпеливость вредна для печени. Жатые молекулы дыхания, которые выходят при словесном выражении ненависти, содержат токсины, которые могут навредить печени и желчному пузырю. Еще две эмоции – ревность и зависть. Зависть и ревность непосредственно атакуют мозг, желчный пузырь и печень. Ревность вызывает симптомы стресса, тревогу и депрессию, вследствие чего в кровь выбрасывается большое количество адреналина. Более того, ревность плохо влияет на желчный пузырь. Переизбыток гормонов в организме приводит к застою крови в печени, что вызывает несбалансированное выделение желчи в желчном пузыре. В результате усложняется выведение токсинов, ослабевает иммунитет, возникает бессонница, повышается кровяное давление, учащенное сердцебиение, повышается уровень адреналина и холестерина, нарушается пищеварение. Ревность подрывает нервную систему, что приводит к учащенному пульсу и повышенному кровяному давлению. А вы замечали? Связь между эмоциями и своим самочувствием? Поделитесь вашим мнением. На сегодня у нас все, если видео вам понравилось, ставьте лайки, нам будет очень приятно. Подписывайтесь к нам на канал Интерес. Отличного всем настроения и будьте здоровы!